так привет значит первый раз пробую внешний заказ сделать вот синхронизирован с порталом с порталом world of trucks так на зилке три раза попал в дтп в англии сейчас главное не раздолбать этот новенький тягач ты все-таки это салон а то придется покупать че-то блин не прочитал а не важно значит нужно выехать с территории салона дефис сервиса ездим на 131 звук я значит сейчас нужно не забыть что это уже не англия и здесь правостороннее движение так поворотничка так ну там все чистенько но относительно чистенько так время где-то полночь выезд из ротор дома так сейчас повернем кто-то там за нами у меня такой же кстати там в гараже есть так ну вообще-то он сейчас по ходу работает так нет ни то хотел посмотреть компания так что у нас тут персонал так вот он как раз чувак везет электроника так это отдыхает интересно ладно а вот еще чуть-чуть гулять текущее задание ну да да хоть есть тяжелые металлы а это нужно с мигалку включить погнали а ну я пока их не подцепил поэтому пока не буду так но когда подцеплю обязательно включу мигалку так не будем то задержать так поворачиваем вон там не за все которые принципе химическое это производство судя по карте как раз это то что надо так так приближаемся в чем минус как-то хреново видно туда эти опоры какие-то очень странные да включаем реверс на передачу так погнали такие вылезать из кабины естественно не буду так хочу пытаться законтактачиться со стерней с тяжелыми металлами так 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 тут нужно на вторую железь Все, готовы прицепляться Цепляемся Есть, прицепились Мигалка Все Значит, едем куда? Так, едем, едем, едем В Лиле Так, хорошо, что не в Женеву В Женеве, потому что были баги Так Так, хорошо А куда? Во Францию Ну, погнали Так Судя по карте, добираться не очень долго Успею даже еще один рейс взять Так Вот интересно, кстати Я недавно только с ремонта Вопрос Какого хрена у меня опять На 4% Колеса Ну, это естественный износ Ладно Так, а что у меня с топляком Запас хода Не очень большой Забываю Постоянно Что здесь Баг у меня почти полбака Баг маленький Вот когда будет меньше полбака Тогда Пойду На заправку Так Там никого А, кстати, у меня висит кредит Так Ну-ка посмотрим Ага Так вот Неплохо Отдается Вот На гараж пока не хватает На самом деле 180 тысяч гараж То есть Мне нужно как минимум 200 набрать Чтобы была подушка безопасности Да 20 примерно Да Вот То есть Довольно много еще Нужно будет пахать На новый гараж Вот Так Ограничение 50 Тут, кстати, ограничение будет достаточно Жесткое По причине того, что Опасный груз перевозится Поэтому ограничение всегда Занижено То есть Если можно 60-80 гнать С обычными грузами Да То здесь Так нельзя Друзья Здесь 50-60 Максимум С тяжелыми металлами Так Включаем поворотнички По-моему, они меня не пропускают Ладно, наручнички я постою Ну, вон того пропущу Надеюсь, этот колб Не обделывался От моего сигнала Так 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 Тут ограничение 50 Все поворот сделали Можно набирать полотенник Тут ограничение 50 Причем для всех Толя Легка А вот уже и 80 Значит, я ошибся Можно 80 С тяжелым металлом Ну что ж, тогда разгонимся Слегка Потому что Здесь не Англия Здесь дорожки пошире Дай-дай-дай-дай Ни хрена Ни хрена Я хочу сказать Ни хрень По первой стороне обгонять Обгони по левой Как все нормальные люди Как все нормальные люди По первой стороне обгоняются На второй стороне обгоняются Самики Ни хрена По третьей стороне обгоняются Самики По первой стороне обгоняются Готовая Ихрена Продолжение следует... 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 Неудачная сегодня запись, достаточно неудачная, штрафы, штрафы, штрафы. Два ДТП, два штрафа, а что за день такой? О, а вот тут, кстати, 80 уже. Не то, чтобы я так люблю гонять, просто... Через пять часов остановка для отдыха, достигну места назначения, сейчас бы еще одно ДТП. Мест назначения достигну уже, вот, мы уже почти прибыл. С ограничением 90. Можно не тормозить, можно как следует раскочегариться. Но не нужно, на самом деле, это как-то французы, они странные. Прибыли в Лиль. Или как там эта хрень называется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А здесь тоже кочегарить не надо, здесь ограничение 50, но это вообще капец просто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И у этих тоже кругляш. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот на этих кругляшах один в Англии один раз на таком кругляше два раза кого-то замял, подмял по себе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, нет, теперь ты уж кончаешь день. Так, надо мороженку забрать. Так, надо мороженку забрать. Мне следующее светофор. Так. Снова поворот на право. Налево. А вот и наш груз. Привет, наш груз. Я тебя сейчас подцеплю. Так, высовываемся. И погнали. Погнали, погнали. Так. Так, рву прямо. Потихоньку. Сцепляемся. Все. Погнали. Так, ну тут, судя по карте, ехать 2 часа. А через 4 часа... Ну, вообще, все нормально. Так, а куда ехать? Так, вот отсюда сейчас и налево. Так, налево. Вот этот тягач очень хорошо оптимизирован для так называемых обычных перевозок. Вот мороженое. Самое, что у меня есть, обычная перевозка. Погнали. Доброе-брое. Так, там, где? Ага. Вот. Сейчас бы соскани и стволкнулся, кстати говоря. Чуть-чуть не встретились. Там за мной кто-то шел. Так, вот этот сетафор. Ага. Спокойно. Тихо. Погнали. Погнали вот сюда, вот на эту полосу. Так, какой-то странный кругляшок. Я здесь раньше не был. Это выезд из города Лили. Так. Ограничение тут, кстати, 90. Одно сразу видно. Франция. Чудные ограничения. Чудные. Так, поворотник. Так, поворотник. Можно перейти. Или нет. Да, можно, или нет. Но определись уже. Ну, блин, определиться можешь, пропускать что-то или не пропускаешь. А ты есть. Ну, чё, совсем дебил, а? Не, ну, дебил, а? Ну, блин, вообще тормоза. Ну, чё ты такое творят, а? Ну, чё за дебил, дурдом, а? Ну, тут нельзя рукой помахать, сказать, давай, чё-то приду. Нельзя. Вот, зато я пробку создал. Хе-хе-хе-хе. Так, сейчас нужно осторожненько дойти. Хвостом вот этих не задеть. И этих тоже. Так, и знак не увести за самой. Вместо стука мороженого. Они, наверное, просто завидуют. Всё, разрулил нормально. Надо речь их просто. Так, не потекай. Так, ну, 90-е, ничего, нормально. На самом деле, там крыто... Эй, они мне придут повернуть? Ряд с меня не надо. Всё. Зачем тут 90-а? Вот такой вопрос. Так, включу как. И эти тоже тупить начинают с детства. Едет ещё в меня в таком. Таким, макару. Или я знак вот этот унесу. Ага, тут только 70. Ну, вот, странные люди, а. Так, идём по стрелочкам прямо. Так, кстати. Так, кстати. Ведеха раскачегорилась до 78. 75 текущая. Подлагивает. Вот тут, кстати, вылет что-ли был. В Женеве тоже вылет один был. И тут тоже, может быть, вылет, кстати говоря. Не знаю, чё-то как-то подлагивает так, прям, нехорошо. Без 27 метра. Мне вообще уже освещение нафиг не надо. Он ничего не даёт. Хотя... Нет, чё-то даёт. Даже дальняя. 90 минуты пошли 90. 90, ничего себе ограничений. С такими-то поворотами. Я, по-моему, сейчас... Уже начну... Как хорошо, ярко, солнышко. Только не креет. Красиво, хорошо, что я в видеозапись включила. А то, обычно, ещё там ночь получалась. Последний раз. Ну, последние разы. А тут вот утро. Вот солнечное утро. Летнее. Прям приятно. В электричке, когда ездил, когда студенты, был тоже таки. Так же точно был. Очень, очень хорошо. Мне кажется, разработчики ETS2 весьма любили природу. Атмосферно. Хорошо получилось. А, кстати, здесь ограничение 60. Странно, почему меня не штрафовали. Либо меня не штрафовали настолько, что уже... Ну... Я так понял, кто-то там довёз груз. Чё-то я еле тащусь. Как ухо зачесалось. Кстати, да. Ну, уже почти прибыл. И я вот ещё что хочу. Ну, вот, не важно. Уже не хочу. Так, вот теперь... Можно отключать. Совершенно бесполезно. Так, продолжаем. Пока хорошо. Без нарушений. Значит, не будем особо разгоняться. Более 60. Красота. Можно, кстати, с крыши посмотреть. Эй, это не с крыши. С крыши сей. Нет, это колеса. Ладно, сейчас бы пропустил поворот. А новый тут, преследователь, поворачивайте. В смысле, тут только в одну сторону. Но я бы проехал прямо. Так, спокойно. Так, спокойно-ка. Ага. Всё, какой-то зажёг я началась. Там за мной огромная пробка. Потому что что-то я это 14 тонн мороженого не могу вытащить в гуру. Чё-то как-то не идёт. Но они вон... Они вон тоже ели. Ну, ладно, человек уже начинает зевать. К счастью, почти прибыли. Судя по навигатору, остаётся прям буквально... Буквально считами минуты. С ограничением в 60 км в час. Доедем их. Минус за 5 реального времени. Красота, а? Правда, через это стекло как-то по-другому всё смотрится на самом деле. Красиво. Так, не будем экспериментировать. Так, перелечку два ниже. Повыше. Речка. Встречка. Тормоз. Там светофор. Хорошо. Погнали. Погнали. Главное, чтоб сейчас на красное не переключился. Без моего ведома. Так, светофор на право. Так, это уже Брюссель. Обречение 50 городское. Не будем на рожан лезть. Хоть бы одну доставочку доехать нормально. Отлично. Фартит. Поворачиваем. Он не видит вообще? Вообще, что ли, слепой? Так, хорошо. Я опять же не буду с паркингом играть. Ручник. Так, с паркингом я гамать не буду. Забавно. Это прям вообще капец было бы. Но это ещё ничего. А вот это... Ну, потом. Потом. Защита на дым. Так, ну, не очень много. Ну, потому что близко и не сложно. Ну, вот так. Так, теперь посмотрим, сколько средств. 138 тысяч. Ну, ещё 1040. Как бы, так, по 10 тысяч за рабочие такие сутки, да? За двое. 5000 все-таки заработок. Ну, с учётом ремонтов всяких. Получается так. Так. Посмотрим. Чё там у нас с персоналом? Значит, ну, тут понятно, да? То есть тут... Понятно. Фрэнк. Фрэнк. Опять везёт... Не, не опять. Я просто везёт тракторы. Из Ганнавера в Дюссельдорф. А, я из Ганнавера в Дюссельдорф. Транспортировал зевок до того, как его три раздолбанул. Угу. И Скания. Так. Скания. Так, чё у нас здесь? Скания везёт фейерверки. Оп, красиво будет. Из Дюссельдорфа в Кассель. Так. А теперь посмотрим, вот ещё грузовички. Так. Фрэнк. Коронада. Коронада. 6 на 4 формула. Так. Ага. Так. В пути. Тащат тракторы. Тут можно, кстати, улучшить его. Ну, не знаю, надо это или нет. А вот состояние его можно посмотреть. Можно перегонять в разные там, продавать, улучшать, садиться за руль. Неплохо. Ежедневный доход. Кранада. Неплохой. А вот Сканияр самая маленькая. Зато чувак самый прибыльный. Ну, тут, конечно, вот это вообще тянет хорошо. Но потому что у меня левел высокий. Ну, по факту, конечно. Продуктивность. Так. Ну-ка посмотрим. Гаражи. Продуктивность гаража 28% всего. Очень-очень плохо. 28% продуктивность. То есть он зарабатывает... Мало. Очень мало зарабатывает этот гараж. В принципе, заработок есть, но очень плохой. Ага. А если кого-нибудь... Иван. Артур. Ну, в основном, как-то хреново достаточно. Это вообще отстой. У них у всех отстой. Так, этот чё? Джири. Так, Артур. Нет, ну, вот тут нормальный. Короче, производительность отстойная. Хреново из заработок. Скорее всего, потому что он не развит, плохо работает и много жрет. Ну, через два часа у него будет рейс завершен. Так, вот он качает дальние дистанции. Ну, достаточно хреновая такая ситуация, на мой взгляд, с этим гаражом. Так, ну, а мне тем временем надо найти место, где... Оооо, да. Где можно прерваться в полбоком бензол у меня есть, поэтому я... Вот сюда съезжу сейчас. И потом в гостиницу. Ну, это кружочек такой проеду. Вот. И всё. Где выезд? А, ну, понятно. Короче, там, где зеленая хрень, там выезд. Плохо производительность показывает гараж. Очень плохое. Ну, зато один рейс был пройден без... Без штрафов, без всего там чего надо. Без того, чего не надо, наоборот. Сейчас что-то прям, что-то... Много там тормозим, тормозим, сейчас бы штрафанули. Производительность 28% у гаража, это очень плохо. Так, вон ещё одно кадровое агентство. Кстати, хоть раз надо заехать в кадровое агентство. Днём. Чё-то всё не получилось ночью, ночью. Ну, в общем, понятно, да? То есть ничего не особо не меняется. Кто это? Джа-джакек. Хорошо, но тут такой-то один... Чувак. Так вот, ну ладно. Значит, вот что делаем. Сваливаем отсюда нафиг. Оооо! А, да, место для ночлега надо предусмотреть. она тут рядом как раз на право этом автосалончик вот гостиницы их зачем можно так так ближе так и сделаю а Там можно, да? Там рядом с новенькими грузачками, как раз можно подрыхнуть. Да-да, я как раз... Ой, не закрывай глаза, чувак, не закрывай. У тебя ещё 50 минут. Хорошо, прошёл ты, кстати. Так, вставлю нейтралочку, крушусь. Ручник, прерываюсь. Ручник, прерываюсь. Ручник, прерываюсь. Ручник, прерываюсь. Ручник, прерываюсь.